Приветствую вас друзья! На складе СКС с вами снова я и мы сегодня поговорим об СКС и разберем принципы его построения. Лично я люблю начинать рассматривать вопрос с определения. Если обратиться к словарям, то они нам дадут вот такое описание. Структурированная кабельная система СКС это универсальная кабельная система здания, группы зданий, предназначенная для использования на достаточно длительный период времени без реструктуризации. То есть это такая кабельная система, которая позволяет создать гибкую коммуникационную инфраструктуру здания и является собой совокупность пассивного коммуникационного оборудования, такого как кабель, розетки, панели и так далее. Конечно можно каждый элемент разобрать по отдельности, но сегодня мы говорим о принципах построения СКС. Звание универсальной такая система получила благодаря тому, что может найти применение в различных системах. Это могут быть компьютерные или телефонные сети, охранная система или пожарная сигнализация. Предлагаю рассмотреть СКС на наглядном примере. Перед нами схема здания, СКС которого охватывает все пространство. Система соединяет все точки средств передачи информации, такие как компьютеры, телефоны, датчики пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа. Линии, отдельные для каждой информационной розетки, связывают точки входа с коммутационным центром этажа, образуя горизонтальную кабельную подсистему. Все этажные коммуникационные узлы специальными магистралями объединяются в коммутационном центре здания. Сюда же подводятся внешние кабельные магистрали для подключения здания к глобальным информационным ресурсам, таким как телефония, интернет и прочее. Все это позволяет надежно управлять всей системой здания и обеспечивает гибкость и простоту самой системы. В каждом конкретном здании в общем присутствуют три подсистемы СКС. Вертикальная кабельная система, горизонтальная кабельная система и подсистема рабочих мест. В достаточно крупных зданиях при большом количестве рабочих мест на этаже все эти три подсистемы присутствуют явно. А для относительно небольших зданий с ограниченным количеством рабочих мест чаще всего организовывают один узел коммутации СКС, куда сводится вся горизонтальная кабельная разводка. В этом случае вертикальная кабельная подсистема представляется совокупностью коммутационных шнуров, соединяющих порты этажных коммутаторов ЛВС, коммутаторов для подключения рабочих мест с портами центрального магистрального коммутатора. Система может быть построена на основе медных или оптических кабелей. Все элементы СКС интегрируются в единый комплекс и эксплуатируются согласно определенным правилам. Если рассматривать отдельно этаж здания, то можно выделить такие составляющие СКС. Рабочее место это область, где установлены технические средства пользователя, подключенные к кабельной сети здания. Рабочее место оснащается не менее чем двумя информационными розетками. Для их подключения к СКС используются розетки со стандартизированным разъемом РЖ-45 и коммутационные шнуры длиной от 1 до 5 метров. Горизонтальная кабельная проводка. Кабельные линии, соединяющие рабочее место с коммутационным узлом этажа. Это кабельная проводка на основе медных проводников. Используют четырехпарный одножильный кабель в различном исполнении. В обычных условиях применяется не экранированный, а в особых случаях экранированный кабель. Коммутационный узел этажа. Область, в которой сходятся линии горизонтальной кабельной проводки. Размещается коммутационное оборудование и осуществляется администрирование кабельной системы этажа. Под администрированием понимается внесение изменений и дополнений в существующие конфигурации. Основой таких центров являются патч и кросс-панели. Для простоты монтажа и удобства работы коммутационное оборудование размещается в специальных шкафах и стойках, которым подводятся все кабельные линии. Шкафы также выполняют функцию ограничения доступа к коммутационному оборудованию. Вертикальная кабельная проводка. Кабельные линии, соединяющие коммутационный узел этажа с коммутационным центром здания. Магистральная подсистема. Подсистема комплекса зданий, которая может строиться из медного или оптоволоконного типов кабеля и которая объединяет кабельные системы различных зданий между собой. Подводя итог, можно сказать, что СКС в целом это набор множества кабеля и разъемов. Но все же СКС является очень важной составляющей любой информационной сети. И наиболее важно правильно его проложить в соответствии с нормативами и стандартами, которые обеспечивают качественную работу сети. Приведем пример. Давайте представим, что мы с вами отправили посылку с важными документами. Автомобильной доставкой по скоростному шоссе. Наша посылка будет представлять собой информацию. А трасса это СКС. В наше время довольно-таки несложно представить себе плохое качество дорог. И учитывая это, легко предположить, что наша посылка может прийти не вовремя и не в том виде, в котором мы ее отправляли. А если информация ценна, то потеря хоть каких-то данных может быть существенно. Вот так вот и СКС. Самым важным этапом является правильная прокладка системы. Это обеспечивает качественную работу сети, срок ее эксплуатации и характер ее обслуживания. Стоит заметить, что не только качество составляющих СКС должно быть на уровне, но и монтаж, выполненный специалистом. А это более 50% гарантии работы системы. Кстати, у нас на складе СКС работают только сертифицированные специалисты, подтвердившие свой уровень знаний и опыта уже множество раз. Поэтому будем рады помочь в построении вашей сети СКС. А у меня на этом все. Надеюсь, мы помогли ответить на главный вопрос, что такое СКС. А с вами был на складе СКС Евгений Чернец. Не забывайте подписаться на канал, кто этого не сделал, и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе наших новых видео. Также мы предлагаем посетить наши соцсети, Instagram и Facebook. До новых встреч!